как насчет отбора насчет отбора у нас будет такая штука оказывается что на каких-то более-менее разумных не разумные а разумные это те которые там не знают встречаются вокруг нас млекопитающих экзотика иногда идет сейчас совершенно интересным образом если не условно-разумные сотни да то оказывается для распространенных аллей там если вы редкие возьмете там дрейф прям сильную роль играет если мы говорим про что-то с частотой хотя бы вот там один пять процентов давно зависит немножко там я давно в районе нескольких процентов можно провести границу немного условно как и все наши границы оказывается что как только с значительно больше 1 2 е то отбор превалирует на дрейфами процессами работает вот это вот это значит что если что-то такое классное и она сумела вырваться из границы вот рядом с границей своей липкой до 5 процентов дорасти вот значит а она будет расти пока не зафиксируется будет превалировать отбор дрейфовым процессом вот если больше 1 2 ой а знаете это сразу имеет кое-какие последствия для нас мы вот например уже немножко говорили еще будем говорить про вот эти рей и значит рейс чипы да вот на них куча распространенных полиморфизмов и они вот геном таким образом позволяют отслеживать а что нам говорит эта штука она нам говорит что если вы смотрите на сник и этого снипа мап скажем 20 процентов что они можно сказать что можно сказать о снипе да там которые вы там от так манили на теперь посмотрели от снипенировали полугиномно смотрели куда-то вот полиморфизм частота 1 или 20 процентов другого 8 чего можете о нем сказать в революционном смысле старый старый принимаю старый вчера про это говорили можно сказать старый там время посчитать можно раз кто сказал старый плюс у сигналиста как важно важно поддерживать герметизирующий отбор это экзотика стабилизирующий отбор привык такая экзотика пизуна да вот все с этой серповидной клеточной аниме и рассказывают про нее и вот иногда у народу возникает впечатление такая наверно лечка туру сплошь и рядом все про нее рассказывать посмотреть внимательно все рассказывают про серповидную клеточную аниме и один электр не рассказывает про что-то другое, все про серповидно-клещевную анемию рассказывают. О чем это говорит? Что кроме серповидно-клещевной анемии хороших примеров нет. Ну, не сильно, вредно, значит, раз. А, вот это просто прекрасно. Вот это мой вывод. Можно сказать, что он хороший, и мы его поймали, когда он, значит, сейчас он прилипнет туда, зафиксируется, но мы его поймали. Там что-то произошло, да, и вот. Скорее всего, если тоже там оценить время, да, он просто нейтральный. Он не нейтральный, он может быть слабо, там, плохой, но мы можем сказать, NE у человека 10 тысяч. Ну, порядок 10 тысяч. Да, это мы знаем. Мы можем сказать, что S значительно меньше 1,002. Раз он болтается на 20%, и ничего ему за это нет. Ни вверх он не уходит, ни вниз не уходит. Ну, вот, значит, у него очень маленький отгул. Если есть, то очень маленький. Прекрасно. Поэтому все, что вы напрямую видите на своем скане геномном, когда вы популяцию исследуете, не семью какую-нибудь, экзотическую, популяцию, оно все почти нейтрально. в революционном смысле. Либо вот вы, если очень много всего смотрите, наверное, вы его транзицию, транзиторный процесс можете поймать. Что-то было нормальное, нейтральное, поменялась среда, его стало вымывать из популяции. Сплошь и рядом. Ну, сплошь и рядом в масштабе миллионов лет. В революционный процесс мы в таком масштабе говорим. Поэтому мгновенно поймать такую штуку, это приобретать. А с логик S больше или меньше? А как разница? Оно симметричное. Если он позитивный, если S в плюс идет к тебе, то ты пойдешь вверх. И зафиксируешься. Если S больше, чем вот эта штука. Если оно со знаком минус, то оно начнет вымываться. Но оно же абсолютно. У меня если один аллель плохой, второй какой? Второй аллель какой? Хороший. Если один хороший, а второй плохой. Я получил третью мутацию, она лучше, чем предыдущая. Вот эти стали плохие. Были хорошие, стали плохие. Все относительно. Зависит от того, есть какие и какие аллели есть. То и будет. Отбираться будет. Если вот это, что это выполняется. R, P, N, не важно. Всегда можем перейти к другому аллелю и получить ту же форму. Вот. 20%. Значит, такие интереснейшие выводы. Я нарисовал вот эту штуку. Да, вот эту формулу. А, шарики. А выводы интересные. Не правда ли? Значит, смотрите. Это вот первая штука про отбор. Вторая штука. Я вам сказал, что вот это действует на распространенные аллели. Но мутация плохая, хорошая, неважно. Когда нет этой ситуации, когда меняется среда, и она ловит почему-то аллель, который был нейтральный, он становится позитивным, негативным, и начинается уже с селекционных процессов, отборная. А классический этот сценарий немного другой. Это когда возникает мутация, она хорошая или плохая. Но пока у меня частота маленькая, там вот эта штука не работает. Там дрейф идет. И для типичный сценарий, который постоянно разбирается, что происходит с мутацией, у которой начальная частота единицы на 2N. То есть это мутант, который возникнет. Одна копия. Так всегда и бывает. Модель бесконечных сайтов, у вас всегда мутация уникальная. И это почти правда. А какая вероятность, что мутация, возникшая в единичной копии, в конечной популяции, перейдет в частоту 1, то есть зафиксируется? Если в ней она дает селективное преимущество S. То есть вот там все как-то выживают, а вот она дает, скажем, если S 0,0,1, она дает 1% преимущества. На 1% больше потомства. Несколько. Вот. Хорошая мутация. Если бы выполнялось вот это, она обязательно перешла с вероятностью 1 в мономорфное состояние, но она вот здесь болтается, поэтому эта штука не выполняется. И значит, какая вероятность, что она зафиксируется. Оказывается, что это вероятность. я не буду выписывать все формулы. если S мал, давайте я запишу, S мал, N, E на S далеко. Немного не очень четко, но это предположение, при котором упрощается сильно ваша математика, включается 2S на входе. Вот. То есть мы говорим про популяции типа человека, да, N, E на S велико, в популяции человека 10 тысяч, значит, S вот, оно такое, процент, и даже меньше, да, нормально, вот такие вероятности. То есть если она вам дает 1% преимущества, да, собирается 2% она зафиксируется через бесконечное время. Ну вот. То есть большинство деново мутаций, они, даже если они хорошие, да, в данном контексте, они теряются. Вот такой интересный выбор. А можно уточнить, перед 1,2M что за пение? Это мое обозначение. Это вероятность того, что аллель с частотой начальной 1 копия достигнет частоты единиц. P1 это вероятность зафиксироваться. 1, в смысле, 100% частоту наберет. Вероятность, ну вот, можно вот это все упустить и написать. Деново мутации вероятность зафиксироваться 2s. Да, это вот то, что тут написано. При условии, что s мало, а ns велико. Вы сделали вывод, что она потеряется в итоге? Или какой вывод? Ну вот, например, мутация, которая дает вам 1% преимущества, да, на 1 сотую больше потомства позволяет своему носителю оставлять, а с вероятностью 98% потеряется, а с вероятностью 2% зафиксироваться. Но вот это зафиксироваться, то если она станет единственной, получается? Да, конечно. Она вытеснит другую, худшую копию. А если она просто будет наряду с другой, это же не значит, что она потеряется? Или в итоге все равно? Ну мы время бесконечности выстремили, и вот у нас так получилось. А во времени бесконечности она обязательно должна либо зафиксироваться, либо потеряться. Спасибо. Спасибо.